Всем доброго времени суток, с вами Assalter47 и это очередной, вот уже 22-й по счёту обзор китайских болисонгов. В этот раз мы посмотрим на нож от российской компании Nox, под незамысловатым названием Болисонг Т, производящийся в Китае. Итак, Nox Болисонг Т. Вес в стоке 142 грамма. Средний диапазон размеров. Длина в сложном состоянии 132 миллиметра. Рукояти сборные. Состоят из металлической основы туннельной конструкции и плаши G10, прикреплённых за счёт винтов осей, клипсы и защёлки. Металлическая клипса переставляется в два положения только на безопасной рукояти. Защёлка также выполнена из металла, но имеет интересную особенность. Сделана она таким образом, что в некоторые положения перемещается очень туго, то есть её можно зафиксировать. Длина ножа в разложенном состоянии составляет 225 миллиметров. Толстый клинок типа Drop Point с прямыми спусками, небольшим фальш-лезвием, финишем Blackwash и множеством гравировок. От наименования модели и логотипа компании, до маркировки стали и логотипа дизайнера. Два танкпина. Верхний выполнен в виде шпенька для открывания ножа. Кстати, воспользоваться им для открытия ножа можно. Нижний имеет стандартные размеры и начал шататься сразу же после распаковки ножа. Осевые винты со шлицом под Torx 8 с обеих сторон рукояти. Выкрутить их мне не удалось. Потому можно предположить, что производитель при сборке применял фиксатор резьбы. Между клинком и рукоятями имеются пластиковые шайбы. За несколько месяцев не самого активного использования заработан средний люфт. Что же касается флиппинга, не все однозначно с этим ножом. Дело в том, что несмотря на казалось бы нормальный баланс, нож все равно норовит выскользнуть из рук при выполнении большинства элементов серьезнее бэзика. Проблема заключается в клинке Болисонга. Он слишком толстый и к тому же имеет габаритный хвостовик. Впрочем, при должных концентрации и аккуратности, нож достаточно успешно можно флипать не особо сложными элементами и комбинациями. Для чего-то более серьезного он не подойдет. Во всяком случае в стоке. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok